День Города Сидеть в телефоне на уроке и не получать замечания, как в рязанских школах, используют гаджеты. 17 лет колонии строгого режима. Приговор рязанцу, зарубившему собутыльника и его отчима, огласили сегодня в областном суде. Напомним, что трагедия произошла в августе 2017 года. Подробности в сюжете Дины Исляевой. Куда, куда? Кадры, на которых из автозака в зал суда ведут Олега Мышнинова, единственные, где видно его лицо. В зале суда он сидел, закрывшись листком бумаги. История, из-за которой ему стыдно, занимает не один том уголовного дела. Это видео снято следователями во время проверки показаний подозреваемого на месте. Познакомился он с убитым случайно. Увидел рядом с магазином побирающегося мужчину. Любители горячительных напитков быстро нашли общий язык. Выпивали вместе. В тот злополучный день хозяин дома допился до галлюциногенного бреда. Сначала пытался разговаривать с умершей матерью по выключенному телефону, а потом начал выяснять, откуда в доме гость. Олег Мышнинов, недолго думая, схватился за топор. Сначала зарубился бутыльник, а потом пошел в комнату к его отчиму. Испугался, что в полицию меня заявят. То есть какой целью вы сюда пошли? Как свидетеля, удалитель. Тела убитых нашли спустя несколько дней. Обнаружила соседка, которая заметила, что в их дом постоянно открыта дверь. А через некоторое время сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в убийстве мужчины и его отчима. После убийства подозреваемый выбросил топор в выгребную яму уличного туалета, чтобы скрыть следы. Однако это не помогло. Через два месяца топор нашли следователи. Удалось обнаружить и улики на нем. С помощью самого современного оборудования и технологий, которые имеются, было установлено на орудие преступления не только наличие следов крови погибших, но и биологический материал самого подозреваемого. Свою вину подсудимый полностью признал. Однако прокурор за такое зверское убийство попросил для него наказание в виде 17 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор суда – 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, Олег Мышнинов будет обязан выплатить родственникам моральный ущерб – миллион рублей. Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован. Дина Исляева, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». Одной из самых обсуждаемых новостей последних суток стала авария на улице Новой. В результате столкновения Volkswagen Polo врезался в столб, а внедорожник Toyota Land Cruiser опрокинулся. Подробности о аварии знает Мария Рудая. Битое стекло на асфальте, фрагменты фар и бамперов – такая ужасная картина стала прозой понедельника. 17 сентября на улице Новой возле 92-го дома произошла серьезная авария, которая собрала в одном месте не только любопытных прохожих, но и врачей скорой помощи, сотрудников МЧС и госавтоинспекции. Toyota Land Cruiser перевернулся и перекрыл целую полосу. Дороги и одна, и вторая машины серьезно пострадали. Но самое ужасное, что пострадал водитель Volkswagen Polo. Автомобиль Volkswagen Polo принадлежит Алексию Смирнову. Он стал пострадавшим в данной аварии. Хотя не нарушал правил – дело случая или злой урок. Гадать над этим вопросом можно долго. Главное, говорит Алексей, остался жив. Заворачиваю налево, он решил побыстрее все это дело сделать. Ну и вот так вот сделал. Сзади меня едущий человек. Он на этой машине черный. Главное, так сам живой. Сам основной. Потому что такой удар был, что машина хлам. Все. Все, просто хлам ее. На месте ДТП Алексею пришлось обратиться за медицинской помощью. Резаная рана кисти и уши в грудной клетке. Жить будет? Жить будет. Рана не опасная. Сейчас немножко зашит. Шовчика три-четыре сделает. И против столбнячную сыворотку. Ну еще надо рентген сделать в грудной клетке. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser от медицинской помощи отказался. Он сорвал с машины номера. С журналистами общаться не стал. И неудивительно, ведь по словам очевидцев, виновником ДТП стал именно водитель внедорожника. По факту аварии пока еще проводятся проверки. И виновник устанавливается. Но определенные выводы уже были сделаны. По предварительным данным, 41-летний рязанец, управляя автомобилем Volkswagen Polo, двигаясь со стороны улицы Циолковского в сторону Касимовского шоссе, при повороте налево совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении и выехавшим на встречную полосу движения автомобилем Toyota Land Cruiser под управлением 30-летнего жителя областного центра. После удара автомобиль Volkswagen отбросил на опору освещение. Внедорожник совершил опрокидывание. Очевидцы аварии говорят, сначала услышали визг тормозов, потом звук битого стекла и удара. Андрей Котоменков работает рядом с местом ДТП. Он признается, это далеко не первая авария на этом месте. Вы говорите, тут часто такие аварии происходят, да? Да, постоянно. А почему, как вы думаете? Ну почему? Ну люди вот, ну невнимательность. Все боятся, что вот маршрутки вот едут. Они не думают, что маршрутное такси может ехать там или что-то вот по выделенной полосе. Они поэтому и... У нас тут много таких случаев бывает. Картина удручающая белое и черное извечное противостояние. Кто-то решил пойти на обгон, выйти на встречку и за долю секунды два автомобиля превратились в груду металла. К счастью, в этой аварии оба водителя остались живы, хотя картина прокинутой машины вызывает только чувство ужаса. Теперь виновнику ДТП предстоит выплатить штраф, а возможно его даже лишат водительских прав. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Безопасностью на дорогах обеспокоены и жители Дашковой песочни. Они жалуются на плохое освещение улиц Большой и Полевой, а также пешеходный переход, который водители замечают с трудом. Подобная ситуация может произойти с каждым на этом опасном пешеходном переходе. Этот участок дороги в Шульмейцевой песочни опасен как для водителей, так и для пешеходов. Этот пешеходный переход находится на пересечении улиц Большой и Полевой. С одной стороны, водителям не видно пешеходов из-за зарослей, а с другой – из-за забора частного дома. Несмотря на это, водители не снижают скорость перед опасным поворотом. Местные жители признаются, что переходить здесь дорогу из-за водителей лихачей им бывает страшно. Каждый день по этой узкой дорожке приходится ходить одним на работу, другим в школу. Ситуация осложняется с наступлением темноты. Улица Большая и Полевая ночью плохо освещены. А зимой знаки вместе с идущими пешеходами и вовсе пропадают из поля зрения автомобилистов из-за высоких сугробов. В часы пик скорости очень высокие. Детей много, видимость ограниченная. До беды один шаг. Сделать лежачий полицейский, по неволе каждый водитель будет снижать скорость. Водители должны знать, что знали. Но то, что кусты надо резать, это однозначно. Ну, здесь поворот самый очень неудобный автомобилю. И растительность не очень видна пешеходов. А что нужно здесь делать? Ну, по крайней мере, либо вырубить, либо перенести его хотя бы дальше немного, чтобы человек можно было видеть после поворота. Мы можем только надеяться на то, что ситуация все-таки изменится. А пока что и автомобилистам, и прохожим стоит быть внимательнее, чтобы избежать трагедии. Анна Малистова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Остановка запрещена и платная парковка. Эти знаки должны быть установлены в соответствии с международными стандартами. Однако часто законность их расположения вызывает у рязанцев вопросы. В ситуации на улицах города разбирался Валерий Седов. На видео человек устанавливает знак под названием «Ведется фото-видеофиксация перед камерами-треногами на трассе Рязань-Клепике». Мужчина утверждает, что делает это согласно закону. Вот только за самовольную установку дорожного знака ему грозит штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Видеозапись появилась в 2017 году. Вероятно, это один из немногих случаев, когда подобное нарушение было зафиксировано. Чаще всего происходит это внезапно. Еще недавно дорожного знака могло и не быть, а потом, словно по волшебству, он появляется. К автоюристу Сергею Гуськову недавно обратились жители одного из микрорайонов города. У них перед домом появился знак «Остановка стоянка запрещена». И оказалось, что остановить законность этого указателя не так уж и просто. Узнать по поводу официальности установки дорожного знака можно. Это нужно обратиться в администрацию города Рязани, непосредственно, если мы разговариваем о городе Рязани, непосредственно в управление благоустройства города Рязани, и запросить дислокацию дорожных знаков на определенном участке по определенному адресу. Допустим, улица Вокзальная, дом там 7. Вам выдадут ответ и к сопроводительному письму приложат схему дислокации дорожных знаков. После обращения в администрацию города знак демонтировали. Вот только другие указатели, которые существуют на дорогах города, по-прежнему остались. И кто знает, сколько их. Один час стоянки на платной парковке стоит 20 рублей. На частных цены варьируются от 50 до 100 рублей. Правда, иногда бывает такое, что частные парковки появляются незаконно. Чаще всего, по словам автоюриста, на дорогах города появляются знаки «платная парковка» и «стоянка остановка запрещена». Проблема в том, что, желая выяснить законность того или иного указателя, можно столкнуться с очередной проблемой. В Рязани не существует единой онлайн-базы, в которой будет сказано, какой дорожный знак и где располагается. Поэтому любые обращения граждан вынуждают специалистов поднимать архивные данные и узнавать, должен ли располагаться тот или иной дорожный указатель в указанном месте. Вот только иногда можно понять все и по способу установки. В настоящее время все дорожные знаки должны быть установлены в соответствии с требованиями ГОСТа. Правда, в Рязани часто можно встретить довольно необычные знаки. В этом же самом ГОСТе сказано, что расстояние видимости знака должно быть не менее 100 метров. С этим тоже есть проблемы. На практике встречается, когда обслуживающая организация не следит за дорогой, а непосредственно за техническими средствами организации дорожного движения. Это как дорожные знаки. Дорожные знаки зарастают. Можно обжаловать, если у гражданина будет свидетельство, доказательство, что данный дорожный знак он не видел и не мог видеть. По словам автоюриста, люди обращаются с такой проблемой довольно часто. При подобном происшествии надо обязательно зафиксировать дорожный знак и попросить то же самое проделать инспектора. В таком случае нарушения можно обжаловать. Дорожные знаки установлены вдоль практически каждой трассы. Их можно встретить даже во дворах. И неизвестно, какой из них установлен по закону, а какие появились по желанию того или иного человека. Валерий Седов, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Новая плитка на площади Ленина испорчена. Однако подрядчик ни при чем. Свою работу он выполнил в полном объеме, а замечания устранил. Преступление совершили вандалы. Тем не менее, еще 4 года ООО «Вираж» должно проводить гарантийные работы. Ранее здесь испортилась новая брусчатка, которую выложили ко дню города. Напомним, что реконструкцию площади Ленина провели без согласований с инспекцией по охране культурного наследия региона. По данному факту возбуждено дело по статье 3, статье 7.13 Административного кодекса. А 20 сентября его рассмотрит Советский районный суд. Провести первую операцию по трансплантации органов до конца 2018 года. Такую задачу поставил губернатор Рязанской области. Для ее реализации ведущие врачи региона из ОКБ и БСМП принимают участие в 9-м Всероссийском съезде трансплантологов. Они пробудут в Москве до 19 сентября. Подробности далее. В течение трех дней специалисты со всей страны будут обсуждать наиболее актуальные вопросы, связанные с развитием трансплантации в стране. 9-й Всероссийский съезд трансплантологов собрал участников из Москвы и регионов, где проводят операции, связанные с трансплантацией. В этом году развитие этого направления началось и в Рязанской области. Летом между исследовательским центром имени Шумакова, Минздравом Рязанской области и областной клинической больницей был подписан договор о развитии службы трансплантации у нас в регионе. Участие в этой конференции позволит решить две проблемы. В первую очередь, мы узнаем все современные тенденции, что касается трансплантологии. Все, что в мире есть в настоящее время, прогрессивного и нового, мы здесь узнаем. И второе, что не менее важно, нам помогут решить многие организационные вопросы, из которых развитие этой службы в нашей области невозможно. Опыт коллег перенимают сотрудники областной клинической больницы и БСМП. Развитие службы трансплантации – задача, которую можно выполнить только общими усилиями. Необходимо объединение сил общества, врачей, власти и науки. Как отметила в приветственном слове министр здравоохранения России Вероника Скворцова, трансплантация в стране развивается с ускорением. В прошлом году, в 2017, уже было выполнено почти 1900 трансплантаций. Это на 12% больше, чем годом ранее, в 2016 году. Причем за 2017 год было открыто новых 7 центров трансплантации в регионах страны. И сейчас это уже 52 центра в 29 субъектах Российской Федерации. На открытие 9-го Всероссийского съезда трансплантологов награждали родителей, которые стали родственными донорами для своих детей. Совсем скоро и в нашем регионе появятся такие пациенты. Губернатор Рязанской области поставил задачу провести первую операцию по трансплантации органов до конца 2018 года. Мария Рудая при содействии пресс-службы областной клинической больницы. Взаимодействие государственной системы исполнения наказаний и Русской Православной Церкви обсудили на международной научно-практической конференции. Она стартовала 18 сентября на базе Академии ФСИН России. Ее основная задача – продолжить теоретическое осмысление организации работы по обеспечению прав верующих. Это касается вопросов реформирования и развития системы исполнения уголовных наказаний в России. Количество участников растет из года в год, перечень обсуждаемых вопросов растет. У нас уже не бывает такого, что на конференции не присутствуют все религиозные конфессии, зарегистрированные в России в установленном законном порядке. Конференция проводится по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В первый день состоялось два пленарных заседания, а также была организована работа трех секций. Итоговые документы конференции станут ценным методическим подспорьем как для церкви, так и для государства. Чтобы получить доступ к материалам, зарегистрируйтесь на сайте. Это не реклама, а будущее рязанских школ. Мультимедийные технологии и гаджеты уже начали использовать на уроках биологии и химии в школе номер 7. Как это повлияло на учебный процесс, узнала наша съемочная группа. Напишите смеси и чистые вещества, которые мы используем в быту. Это стандартное задание на уроке химии для учеников восьмого класса. Только выполняют они его в новом формате. Вместо классической работы у доски, дети пишут свои варианты с телефона или ноутбука. Я считаю, что это очень удобно, потому что в какой-то степени мы не только движемся в ногу со временем, потому что мы все-таки используем технику и технологии, но это достаточно интересно. Мне понравилось то, что на уроке было более-менее тихо, что мнение никто не мешал высказывать, что можно было написать или просто передать. Таким образом, каждый ученик может высказать свою точку зрения, а на доске появятся только правильные варианты. Их отфильтрует учитель в режиме реального времени. Это позволяет неуверенным в себе ученикам не стесняться и полноценно участвовать в учебном процессе. Преподаватель биологии и химии Никита Зуев применяет гаджеты более восьми лет. Тиму увлекся во время обучения в институте, выбрал ее в качестве дипломной работы. Сейчас мультимедийные уроки он проводит в школе номер семь. Современные гаджеты помогают ему проверять домашние задания, дополнять урок фильмами и проводить тестирование. Платформа разрабатывает Министерство образования. Из открытых источников популярностью пользуются сервисы Гугла. Если я бы провел тест из пяти вопросов, то в среднем у меня не меньше получаса-часа ушло бы на проверку листочков, собрать, потом проверить и так далее. А сейчас в режиме реального времени. Я просто открою сводную таблицу после этого урока и выставлю, соответственно, уже в электронный журнал. То есть, соответственно, в 30 раз сокращается время. А затраты разовые, ну не знаю, в течение... Простой тест можно составить в течение 10 минут. Сами ученики главным преимуществом электронных устройств считают анонимность. Результаты тестирования они узнают сразу, видят оценки и правильные ответы с комментариями. А вот окружающим о промахах рассказывают лишь по собственному желанию. Цифровые технологии заменили и привычный журнал. Несколько лет бумажная и электронная версии существовали параллельно. Но с этого года аналоговый формат отменили. С электронным журналом гораздо все удобнее, потому что, опять же, время от урока бумажный журнал занимает. Это просто пришел домой, посмотрел, что надо, делаешь и все. И также оценки все сразу появляются. Можно просто посмотреть и что может потянуть, что продолжить в том же духе. Удобно, когда домашнее задание не знаешь, посмотрел. И не надо звонить никому, писать. Иногда даже я знаю, что родители сидят в электронном дневнике своего ученика просто в реальном времени. Могут сообщить сразу же, там есть какое-то замечание или оценка поставлена, уже перезвонить. Вот за что, почему, как. То есть, действительно, тем родителям, которые интересуются успеваемостью своих учеников, им это тоже большое подспорье. Главный же аргумент против цифровизации школ – это забота о зрении учеников. Ведь долгая работа с гаджетами создает большую нагрузку на глаза. Учителя подчеркивают, что медиаконтент нужно чередовать с классическими занятиями и физкультминутками. Тогда он будет приносить только пользу. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Школьники чаще всех болеют ОРВИ. Они составили более 73% всех обратившихся за медицинской помощью. Однако, в целом, по региону уровень заболеваемости ниже сезонного на 27%. Случаи гриппа зарегистрированы не были. Для их предотвращения проводится вакцинация. Прививку сделали уже более 127 тысяч человек, в том числе 22 тысячи детей. Напомним, что закупка вакцины происходит преимущественно за счет средств федерального бюджета. Это были все новости. К этому часу еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте. город62.tv и в группе в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Хорошего вечера и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok